Прихожане православной общины апостола Андрея Первозванного в Неаполе обрели святыню из Беларуси. Епископ Слуцкий из Олигорски Антоний передал в дар Андреевскому приходу Неаполя икону Святой Софии, княгине Слуцкой, с частицей мощей святой. Передача состоялась накануне дня рождения защитницы православия Беларуси. Подробности из Италии. Разделить пасхальную радость прихожанами храма апостола Андрея Первозванного в Неаполе, расположенного в самом центре крупнейшего города Юга Италии, в последнее время пребывает много гостей. Но особо запомнился православным Неаполе визит гостей из Беларуси, делегации Слуцкой епархии во главе с епископом Слуцким и Солигорским Антонием. Гладык Антоний по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всей Беларуси, преподнес в дар Андреевскому приходу образ Святой Софии, княгини Слуцкой, защитницы православной веры начала 17-го столетия. Представители белорусской диаспоры встретили эту весть в воодушевлении. Наличие частиц Святой Евросинии Полоцкой, а теперь еще и возможность поклониться и Святой Софии, еще больше будет тянуть нас именно к нашим православным корням. В первую очередь Святой Праведной Софии молится о стоянии в православной вере. Связано это с житием Святой, последней из рода слудских князей Алельковичей. Фактически она одна из всей семьи исполнила волю своего набожного отца, князя Юрия Алелька. Оставаясь сиротой в окружении католической родни, не только сама сохранила православие, но и исходатайствовала через своего мужа, короля Речи Посполитой, грамоту, запрещавшую православных людей с Луцкой земли насильно обращать в унию. Так Слуцк оставался в твердыне православия в Центральной Беларуси на протяжении столетий. А святая, будучи даже замужем за протестантом, не оставила своей веры. И живя среди родственников, отошедших от православия, она снискала к себе очень большое расположение. Эта женщина, ушедшая из мира в 26 лет, она сохранила все то, что было в ее семье и в ее роде. Хотя можно было бы отчаяться и сказать, мир поменялся, ситуация поменялась, но мы верим в одного Бога. Какая разница? Она ни на минуту не мирилась с этой мыслью. Я буду православной, чего бы мне это ни стоило до конца своих дней. Также святой праведной Софии молятся о помощи в родах, о детях, о семье. Настоятель прихода отец Михаил поблагодарил гостей из Беларуси за то, что владыка Антоний откликнулся на просьбу о передаче такой святыни. Настоятель сравнил приход с маленьким корабликом, на котором прихожане спасаются в Жакейском море зарубежной жизни. И, конечно, нам очень нужна духовная поддержка спасителя, Божьей Матери, но и предстательство угодников Божьих, подражание им и почитание. Икона сейчас помещена на видное место, чтобы у всех прихожан была возможность помолиться святой Софии, поскольку в храме уже есть образ святой преподобной Ефросини Полоцкой, просветительницы Белой Руси, которая примирила при жизни враждующих князей земли русской, то и к ней, и ко святой Софии молитвы верующих обращены не только о здоровье и стоянии веры близких, но и о прекращении междоусобной брани, ведь большинство прихожан общины выходцы из Украины, которые ежедневно просят мира своему отечеству. Главное, чтобы закончилась война, самое главное, это для меня, что такие, как я, такие молодые ребята просто гибнут из-за ничего. Буду молиться из-за этого. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», «Няполь», «Италия». Материал подготовлен при содействии компании «Шате М-Плюс». «Шате М-Плюс».